не было, а вот пусто. И в этот момент второй человек, вот в эту секунду удивления, второй собеседник говорит ну слушай, ну у нас же нет ведра. Я понимаю, что все это время они обсуждали стиблить им ведро или не стиблить, само ведро мусорное, в котором ничего не было. И у Жижика есть такой анекдот про то, как на заводе работает рабочий, про которого известно, что он воровайка. Он все время что-то ворует. И охранники очень опытные, пытаются его поймать на этом. И все время его досматривают, досматривают, досматривают. А он, как ни в чем не бывая, не унывая, каждый вечер подъезжает к проходной с тачкой, здоровается с ними, подвергает себя досмотру, прощается и уходит. Так повторяется каждый день, пока через большое длительное время опытный охранник не догадывается, что он ворует тачки. Что они пустые, но он именно о них и ворует. Вот с проблемой насилия действительно дело обстоит так, что когда мы, думая о насилии, обсуждаем именно вспышки насилия, мы не можем ничего понять, потому что это насилие вводится в культуру на тачках, которые обычно людям кажутся естественным уровнем простых человеческих отношений. Если мы не видим насилия, лежащего в основании простых человеческих отношений, если мы не видим этого уровня насилия, которое мы воспринимаем как естественное и не требующие рефлексии, мы совершенно бессильны перед пониманием природы тех катастроф и взрывов насилия, с которыми столкнулся опыт 20 века. Следующий сюжет вы, конечно, должны переходить дальше, но времени уже почти нет. Давайте так, я, наверное, не буду этот сюжет помкать, потому что я расскажу, что нас ждет у меня в половине. Нам необходимо перейти к богословской рефлексии. И для меня очень важно показать, что означает богословское мышление об этом насилии тачки, об этом фоновом насилии. Что это такое? Что это за контекст, которого мы не замечаем? Разумеется, это контекст падшего Адама, но нам необходимо эту метафору проработать и понять, как в нашей жизни этот контекст падшести в форме нейтрального фонового насилия проявляется. Как-то его прояснив через Зизиолоса, через богословие другого митрополита пергамского Иоанна Зизиолоса, нам надо будет подойти к христианской рефлексии по поводу опыта 20 века. И попробовать понять, что означает эта катастрофа насилия. И тогда попробовать понять, что это за язык, который служит местом мира. Это не только теоретически значимый вопрос, потому что оказывается, что евхалистическая антропология – это попытка продумать ревенасовскую эскатологию мира в христианском ключе. Не только еще одно христианское дополнение, но мне важно показать, что внутри христианства есть возможность и традиция такого языка мира. И евхалистическая антропология в известной степени предлагает увидеть эту традицию такого рода языка. Это большая задача, мега задача Молитвенцы. Я думаю, что я вот к ней приступлю. Вот эта программа, которая будет дальше, я думаю, что как-то получится. Еще есть одна лекция в пятницу, если будет какое-то окно, я готов наконец-то воспользоваться. Но если не будет, я в пятницу все равно успею. Только будет так. Можно сегодня поставить. Или сегодня, ну посмотрим, чтобы хорошо. Все, я на этом закончу. И, пожалуйста, вопрос. Вот был начальник Андрея, я если... Я не могу понять только, что такое насилие. Потому что я сейчас и такой проводящий вопрос. Мне кажется, что пространство, где насилие зашкаливает, люди утрачивают чувствительность к насилию. Чем более культурное и цивилизованное общество, тем больше чувствительность к карте насилия. Вот меня немножко толкнули тоже насилие. Мне не улыбнулись при встрече, я должен у насилие. Но в сообществе, где насилие зашкаливает, получается на более свободное пользу своих ощущений. Или в вашем значении, в слове насилие, какое-то более универсальное значение. Андрей, спасибо большое. Я буквально, как обычно, начну с библиографических подробностей. С темой насилия удивительно. Потому что, казалось бы, много литературы, но по делу мама. А оказалось, например, что ключевой текст это Бениамин. Критики насилия. Маленький-маленький текст, без которого не обходится ни одной исследованием насилия. Мы находимся в удивительно дерственном отношении к проблематике философии насилия. То есть, и вопрос это абсолютно по делу. Потому что трудно провести самые первичные дефиниции. Самые первичные развлечения понятия. Вот должен приехать мой спирант Женя Галёна, который изготовил журнал «Кайдония». Мы, наверное, еще поговорим о нем разок, когда он приедет. Он занимается этой темой. Диссертация «Антропология насилия и жестокости». Оказывается, что в литературе насилия, которая, конечно, тысячи. Проблема ненасилия, борьбы за мир, еще чего угодно. Элементарная дефиниция, которая не проводится. Это развлечение. Это развлечение насилия и жестокости. Например. И потеря уровня чувствительности тоже непонятная вещь. Потому что мы становимся как будто бы чувствительнее цивилизацией. Но мы становимся чувствительнее к понятным нам формам насилия, в которых нацессизм. То есть мы чувствуем, например, насилие того, что нам неадекватно ответил начальник на работе. И страшно по этому поводу переживать. Но мы совершенно спокойно относимся к землетрясению Гаити. Ну, нервничаем, конечно. Но это несоизмеримый нерв. Вот проблематика масштабов, масштабирования, совершенно не обследованная. Буквально происходят вещи, которые опрокидывают. Может быть, я... Следующая лекция этому будет посвящена. И кто-то мне сказал, что не исключено, что в наш институт, может быть, приедет отец Патрик де Лаби. Патрик де Буа, это человек, который меня совершенно потряс. Вот казалось бы, этой темой как-то я давно занимаюсь, но вдруг в Голландии мы услышали ему лекцию о исследовании Холокоста в Украине. Может, казалось бы, ну что, что там можно добавить. Но это оказалось, что он увидел всю эту историю с совершенно неожиданной стороны. И оказалось, что он... И он это видит и видит. Каждое лето приезжает и делает вещи совершенно удивительные и странные. Которые не просто любопытные, а которые существенно определяют наше понимание о самих себя. Но оказывается, что такой простой факт, как мы не видим насилие, до какой степени мы не видим его вокруг себя. Для меня простым шокирующим фактом этой книги было сообщение, что мы все знаем о Холокосте, все знаем о Второй мировой войне. И как-то можем об этом что-то сказать, подумать, поговорить. Но я когда узнал, что в нашей стране, в известный год, простой факт, могилы шевелились три дня. Технология была такова, что могилы шевелились три дня. Когда ты понимаешь, что ты прожил в стране, которая тебе кажется не лучше и не хуже других. Ну нормальная страна, Украина. Но два поколения назад в этой стране...